Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Играли в ничью с Нижегородским Олимпийцем. Второй матч в Алжане в чемпионате ФНЛ прошел без забитых мячей. Стоит порадоваться только за галкипера Крыльев. Продлил рекордную сухую серию Евгений Конюхов. Футбольной национальной лиги он не пропускает уже на протяжении 1329 минут. Следующий матч Крылья проведут 22 июля в субботу. На Металлург приедет Авангард из Курска. Начало встречи в 19.00. Крылья Советов пока занимают четвертое место из 20. Лидер Химки из Подмосковья. Виктор Дегтярь и Петр Васильев выиграли серебряные медали открытого чемпионата страны по вертолетному спорту в упражнении «Полеты на точность». Теперь экипаж выступит на Кубке мира по вертолетным гонкам. На аэродроме Конакова в Тверской области на соревнованиях Самарской области представляли еще Виктор Каратаев и Владимир Зябликов. И женский тандем мастеров спорта Елена Прокофьева и Диана Риязова. Им составили конкуренцию пилоты из Австрии, Украины, Белоруссии и Польши. Программа полета включала такие дисциплины, как развозка грузов, вертолетные слалом, навигация и полеты на точность. В Самаре нашли подрядчика, который все-таки снесет дворец спорта на Молдогвардейской почти за 76 миллионов рублей. Кроме спортивного объекта под трактор попадут фонтан, четыре дерева, пять гаражей, хозпостройки, тепловые сети, электроосвещение и канализация. Новый дворец спорта вместит в себя три ледовые площадки, основную и тренировочную арены, керлинг-трассу, а также хореографические и универсальные спортзалы. К чемпионату мира по футболу построят только здание без начинки и благоустроят территорию вокруг. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!